Являешься для ты, Рома Прокофьевна, успешным для себя человеком. Для меня Мальдивы — это ад. Это человек-мудак. После Путина и Лукашенко сразу идешь ты. Ради этого ли ты живешь? Да, прекрасно. Ставлю цели никак. Что делать, чтобы быть окей с тем, кто ты есть? Не то, что ужасная ошибка, это катастрофа. Если мы через год умрем? А что сильнее, черная дыра или бог? Я что-то понял. Я понял. Мы начали с того, как ты спишь, Рома Прокофьев. Как это, знаешь, сплю по-разному. Я достаточно уделил внимание знаниям о том, как спать хорошо. Поэтому прошел пару курсов на Курсере о хорошем сне. Делаю все, что рекомендуют все врачи. Уложишься в одно и то же время. Полный блэкаут, проветривание перед сном. И держать температуру 19 градусов. За три часа убрать все источники света. И ты прям убираешь? Да, убираю. Не всегда за три часа. Но чаще всего я читаю книгу перед сном. А на чем ты читаешь? На Киндле? Нет, знаешь, я редко. Я читаю на Киндле только в путешествиях. Когда неудобно с собой брать книги. Все-таки дома я предпочитаю старовер. Предпочитаю бумажный вариант. Не знаю, есть какая-то в этом своя эстетика радости листать бумажки. Вот поработав над тем и изучил, как устроен сон и как ты устроен во сне. Какой эффект это на тебя имеет? Как это стало лучше, но все равно бывают залетные ночи, когда вне зависимости от твоего состояния. Бывает, просыпаешься, вроде бы состояние достаточно спокойное, равновешенное. Но ты можешь проснуться 20-30 минут, не засыпать. И, к сожалению, какого-то простого решения я не нашел. А что ты делаешь в это время? Самый лучший способ — начинаю медитировать. От медитации засыпаешь быстрее. Иногда думаю над какими-то текущими задачами. Но обычно думать не помогает засыпать лучше. Как будто продлевает еще не засыпание. Да, продлевает не засыпание. Поэтому медитация — лучший способ, но тоже не всегда помогает. Иногда система возбуждена и не знаешь причин, почему так. А ты флегматичен по своей натуре? Это зависит от того, у кого спросить. Если спросить у друзей, то они скажут «да». Если спросить у жены, то я думаю, она скажет «нет». Но я все-таки отношу себя более к флегматичным людям. К классификации психологии, которые есть. В научно-популярной. А как это характеризуется? Какие твои поведенческие маркеры это проявляет? Ну, меня достаточно сложно вывести из себя. И на какую-то агрессию со стороны я буду реагировать достаточно спокойно и легко ее принимать. Да, как любого предпринимателя у меня есть какая-то там нетерпимость. И я могу раздражаться на какие-то вещи. Но я никогда прямо там человеку в лицо или в глаза не скажу. Что ж ты такой мудак тут налажал. А как ты скажешь? Я всегда буду искать причины, почему человек в тех обстоятельствах поступил так или иначе. Буду искать причины, что я не сделал, что я не обеспечил для того, чтобы человек показал те результаты, которые я ожидал. А кто такой человек-мудак тогда для тебя? Это такой комплексно-собирательный образ. Сейчас, наверное, если попытаться описать, первое, это человек, который ищет постоянно причины во внешних обстоятельствах, а не в себе. Что у него все в жизни. Кто-то мешает ему что-то сделать, правительство, другие люди, он не понят и так далее. Тот, кто ищет оправдание во внешних обстоятельствах. Тот, кто не умеет посмотреть на мир глазами других людей, который все пропускает через свое «я», и у него, знаешь, закрыта способность посмотреть на то, как другие люди видят глазами. Те, которые врут, очевидно, да, те, которые не соблюдают договоренности или скользкие виляют. Это человек-мудак. Да, это человек-мудак. А тогда, обратная сторона, человек, который не мудак, а который приемлем, приятен, человек, который по-другому просто все это делает, не врет, выполняет обязательства, понимает, что он является причиной происходящего. И это похоже на те принципы, которые ты в целом декларируешь, о которых мы как-то с тобой лично говорили. И ты в интервью о них нередко рассказывал, там, о твоих пяти, или о ваших даже, как компании «Джубл», пяти принципах. Да, совершенно верно. То есть эти принципы, которые мы в компании, ценности, которые мы разработали, внедрили на уровне осознанном, да, то они являются, ну, точнее, не разделяешь себя как личность. Тут я в компании, тут я не в компании. Это становится частью тебя, и ты уже начинаешь просто считывать с людей, там, в общении, в друзьях. Ты считываешь, насколько они соответствуют, да, этим принципам, как они поступают. И ты, ну, автоматически уже это просто, знаешь, как третий глаз у тебя появляется, и это очень, ну, влияет на твои отношения. На что похож человек мудрый? Мудрый человек — это какой человек? Который постоянно сомневается. Ух ты! А можешь, пожалуйста, разложить немножко? Понимаюсь, как это. Все сложные вопросы не имеют простых ответов. И, с одной стороны, знаешь, я завидую тем людям, которые в чем-то уверены, да, вот они глубоко уверены, и их мир простой. То есть они знают, что вот так вот делать правильно, и у них все в жизни хорошо. Мудрый человек понимает, что нет правильных и неправильных решений. Есть правильные и неправильные решения в определенном контексте. И поэтому мудрый всегда задается вопросом, какой контекст, да, что происходило, и он постоянно находится в сомнении о том, прав он или неправ, или как стоит поступить. Как ты, знаешь, как ты для себя вывел эту формулу, что мудрый человек — это такой человек? Может быть, ты помнишь, что тебе помогло? Ага, теперь я думаю так об этом. Понимаешь, такие вещи формируются всю жизнь, встречаешь разных людей, и нет такой точки, когда такое происходит. Опа, да, я что-то, я что-то понял. Я понял. Да, это... Enlightenment. Только в фильмах бывает такое, знаешь, как это озарение спускается, типа, татан, но в жизни оно так не происходит. Мы постепенно, что же, понимаем, тем более, такие какие-то философские концепции. Мне очень, когда мы с тобой знакомились поближе, мне очень понравилось, собственно, разговаривать с тобой о философских концепциях, то есть из чего состоит твое мировоззрение. И я хочу продолжить это в нашем сегодняшнем нелоге. Это к тому, что я вижу большой интерес к тому, как ты мыслишь о происходящем, о мире, о том, как человек устроен, о том, из чего состоит день, из чего состоит успех, что такое радость, что такое любовь, что такое дружба, что такое принципы. И когда мы об этом беседовали, у меня какой-то там багаж, понимание тебя небольшой накопился, и хотелось его расширить и нашим слушателям, зрителям рассказать. Рассказать. Собственно, это причина, почему мы, может быть, в концепции уходим. Вот, хотел с тобой поделиться этим. Давай попробуем. И задать вопрос такой, а ты говоришь про людей мудрых, вот они такие, а в твоем окружении достаточно мудрых людей? Да, достаточно. Знаешь, я считаю вообще, что у человека, на самом деле, очень небольшое количество выборов важных, которые он делает, но, вне сомнений, вот выбор окружения, это один из самых важных выборов, которые принимает человек, когда он осознанно выбирает, каких людей он хочет видеть рядом, каких нет. Очень избитая старая поговорка о том, что ты средняя между пяти ближайших друзей, я ее очень сильно разделяю, и у меня в жизни не раз были переходы и такие, знаешь, тектонические сдвиги и прыжки, когда все зависит от того, какими ты людьми себя окружаешь, и это, ну, просто влияет на тебя невероятным образом, и вот этот выбор. Поэтому и сейчас в своем окружении я стараюсь осознанно выбирать людей, с которыми я общаюсь, с которыми я общаюсь. Для меня это еще, знаешь, такая большая зона роста отпускать людей, когда ты видишь, ну, что все дальше уже не по пути, и надо отпустить. А как ты видишь, что дальше не по пути? Как раз вот про те ценности, которые мы обсуждали, когда ты видишь, что человек, ну, знаешь, давай так, на очень простом уровне, где-то вчера, буквально недавно прочитал, как это не держите тех людей, которые заставляют вас чувствовать себя хреново, то есть это очень такое простое определение. Если тебя общение не наполняет, то ты можешь даже не понимать, почему это происходит и что там за этим стоит. Ты можешь там приложить интеллектуальные усилия или попробовать там разложить, да, но не обязательно это делать. То есть у тебя просто либо это дает энергию, либо забирает энергию. Это очень простой вещь, которая может там на уровне ощущений понимает прекрасно каждый человек. И если это общение не наполняет, то не стоит продолжать и не стоит расходовать свой ресурс и свою энергию. Когда освобождается место в твоей жизни, вот когда вот такой человек или набор людей, вышли из круга, или там тебе удалось понять, что окей, ладно, мы тут сейчас по-другому идем, и место освободилось, то как заходят новые люди? То есть благодаря чему? Мы поняли, какие принципы могут быть разделены этими людьми, а что там происходит дальше? У меня достаточно большой круг общения, поэтому есть, знаешь, люди, которые там неинтересны, но на которых там не хватает времени, да, чтобы там больше пообщаться. Потому что, например, там мой досуг на месяц всегда распланирован. То есть если брать там выходные, то я всегда знаю, что я буду там делать, с кем я буду встречаться. И вот когда появляются свободные слоты, ты понимаешь, что там есть всегда набор людей, которым ты хотел бы узнать ближе, да, и ты тогда уже наговариваешься. А что это за люди? Какие они? Понятно, что по моему кругу общения чаще всего это предприниматели, потому что мне нравится, ну, я сам, да, кайфую от вот этой радости созидания, когда человек что-то создает, создает что-то сильно большее, чем он, поэтому большая часть, конечно, людей — это предприниматели, которые создают свои энергии, свои харизмы, интеллектом, какие-то там системы, которые несут там пользу людям и делают это в масштабе. Поэтому для меня, ну, и вот такое общение, оно, естественно, заряжает и развивает меня в первую очередь. И это такие люди. А если я строю классную систему, которая явно больше меня, но не могу сказать, что это очень полезная система для общества в лангтерм. Я тогда кто? Понимаешь, это же зависит от того, как ты себя сам оцениваешь. Если ты оцениваешь себя, что ты там делаешь, что для тебя это там цель твоя, да, твоя миссия, то ты главный судья себе в жизни. Это не то, что ужасная ошибка, это катастрофа и насилие над собой, дать возможность оценивать другим людям то, что ты делаешь. И я достаточно давно принял для себя, ну, это решение, что самый строгий судья я, да. И я решаю, что полезно, что не полезно. И позволяю судить себе о своей работе. И когда ты выбрал такой принцип, а ты, я думаю, можешь быть достаточно строгим к себе человеком, как это повлияло на то, как ты действуешь? Ну, как это, во-первых, это добавило постоянного беспокойства в мою жизнь. Для любого предпринимателя, конечно. Потому что ты всегда недоволен собой. И это, ну, для предпринимателя, это, наверное, один из самых сложных вызовов в жизни найти баланс между радостью, тем, что ты творишь и созидаешь, и вот этим чувством недовольства, то, что ты недостаточно делаешь, недостаточно хорошо это делаешь. И вот это чувство недовольства позволяет, дает тебе энергию разницу потенциалов и позволяет тебе двигаться вперед. Но если только есть она, то, ну, ты просто себя выжмешь и уничтожишь морально, психологически. Сколько мы увидим успешных предпринимателей, которые там успешны с точки зрения критериев общества, но внутри глубоко несчастны и одиноки, потому что они выжили себя. И вот это баланс, это такой внутренний, знаешь, как хождение по канату над пропастью. От 1 до 100 тысяча, если 100, это я сейчас в балансе, мне комфортно, я не выжат, у меня получается, от 1 до 100% ты сейчас где находишься на этой линии? Знаешь, это постоянно синусоида, то есть вот она постоянно колеблется. Например, сейчас, там, по моим ощущениям, это где-то 60. То есть я в балансе на 60? Да, я в балансе на 60. А месяц назад это сверху, снизу было? Месяц назад, под конец года, наверное, это было там 30. 30, ага. Да, и есть вещи, когда ты отклоняешься сильно от центра тяжести, ты начинаешь себя возвращать, ну, это прямо осознанные усилия, тебе нужно поработать над этим, потому что если не работать с этим, то ты можешь скатиться там в 5, да, и оно имеет такую накапливаемую историю, ты недоволен собой, недоволен еще больше, еще больше, еще больше, и ты можешь прямо себя завести далеко. То есть раз в 5 лет бывает такие, знаешь, на полгода у тебя уходишь в такую... И ты это переживал? Да, ну, то есть в моей предпринимательской деятельности, там, сколько, 16 лет, даже чуть больше, 18 лет, то там раза три, когда такие глубокие кризисы, когда ты, ну, абсолютно недоволен собой и тем, что ты делаешь. А как их переживать? Вот пока еще мы не говорим о том, как вытаскивать себя из-за этого, а как находиться в кризисе? Ну, паршиво, никому не советую, никому не советую. Ты, ну, постоянно, знаешь, ты сам себя драконишь, то есть сам себя драконишь, и вот, ну, оно непросто, непросто, непросто. Сегодня, с середины января, вот когда мы записываем этот подкаст, он выйдет в феврале скорее, ну, просто важно контекст дать. Если в декабре прошлый год еще вот-вот недавно были, было 30, сейчас 60, что-то там ты сделал с собой, осознанные усилия предложил, как ты говоришь, чтобы эту синусоиду в upward trend вверх поднимать. А можешь помочь понять, что ты делаешь такого, чтобы себя балансировать? Что нужно делать Роме Прокофьеву, чтобы балансировать себя? Смотри, есть для того, чтобы себя балансировать, все начинается с самого простого, это с физики, с тела. Да, для меня очень сильно помогает и прийти в баланс спорта. То есть каждое мое утро начинается со спорта. 10 минут постоять в планке, 40 минут арбитрек, подтягивания и медитация. Это вот то, что помогает больше всего. Как только ты начинаешь разбалансироваться, ты начинаешь иногда забивать на спорты. И это плохо, и это сразу дает через тело, опять тебя идет интеллектуально. Потом тебе помогает сильно вспоминать, зачем ты работаешь. Ради чего? Ради чего, да, ради чего. Потому что ты забываешь. То есть в бизнес сложная система есть много метрик, много внутренних переговоров, совещаний. И вот в этом раше ты забываешь, зачем ты это все делаешь. И ты начинаешь концентрироваться на каких-то элементах системы, забывая, зачем эта вся система вообще существует. Тебе надо отходить и смотреть со стороны, вспоминать, зачем ты это все делаешь и какой смысл, для чего. Вот это помогает больше всего. Постановка целей сильно помогает. Вот я говорил, в декабре, если там было расшатано, то сейчас мы поставили цели, все точно понимают, какие цели там на год, какие цели на квартал. Есть понимание, куда мы идем, куда мы хотим прийти, какие у нас ожидания. И когда у тебя картинка цельная в голове, ты знаешь, что ты хочешь. Это опору создает, конечно. Да, это создает опору и такую стабильность внутреннюю. А ты знаешь дальше, как и в 60, 70 и 80 будет происходить? Смотри, нет универсального рецепта. То есть сейчас, опять же, 100 для меня тоже плохой ответ, потому что тогда нет злости. Нет злости что-то творить. И 100 это такое, как это, в медитации, да, такой глобальной. Для меня, я бы сказал, что 60-70 — это сейчас для меня отличный баланс между удовлетворенностью с жизнью и желанием создавать, и желанием действовать. Поэтому я не хочу дойти. 90-100 — это умиротворение, оно как бы мне... Ты его сейчас не хочешь? Да, я его не хочу. Ты говоришь, мы поставили цель, это создало опору. Я хотел как раз, знаешь, как профильтровать и посмотреть, как ты лично себе ставишь цели, какие способы и на что они похожи, эти цели, может быть, какими-то ты можешь поделиться в рамках года, например, или если ты, там, форсайт 10 лет. И в чем отличие от того, как ты лично цели ставишь с тем, как вы в бизнесе цели ставите? В личном я прекрасно себе ставлю цели, никак. У меня нет личных целей, честно. Ну, камон, как это? Вот совсем, вот правда, совершенно нет. То есть у меня есть только цели по бизнесу. То есть у меня цели по бизнесу — это такой креативный, интересный процесс, мы собираемся с командой, обсуждаем, чего мы хотим. То есть это не я ставлю цель, это команда ставит себе цель, мы обсуждаем в процессе, куда мы хотим прийти. И это всегда коллективный труд, это не мой. В личном я большой адепт, что цели нужно ставить. И в то же время я могу рассказывать, как это полезно, но самостоятельно в жизни нет. А семейно вы ставите себе, как организация, семья? Моя жена меня поддерживает в моем безрассудстве, отсутствии целей, поэтому нет, только-только-только-только бизнес. Хотя я считаю, это правда очень полезно. Цели, постановка цели, достижение цели, они как раз позволяют фокусироваться, уменьшать энтропию, создавать этот фокус. Я считаю, это правда полезным. Я не чувствую вот прямо внутреннего запроса на это, что вот это мне нужно. Но я считаю, это полезно. И те, кто это делают, я считаю, с точки зрения внутреннего счастья и комфорта, это классное упражнение. Я могу такую гипотезу сделать? Ты в одном из пассажей говорил о следующем, что для тебя важно, чтобы предприниматель делал что-то большее, чем он сам. И желательно, чтобы оно еще было полезным для систем, для других или для общества. И я могу себе представить, что твоя путеводная звезда, знаешь, какая как визия жизни такая большая, или миссия жизни такая большая, это, собственно, и создавать что-то большее, чем ты, Рома Прокофьев, у которого еще и смысл такой оптимистичный для планеты. А так ли это? Это ли твоя путеводная звезда? Ради этого ли ты живешь? Да, смотри, если мою внутреннюю миссию очень коротко описать, то это причинять пользу в масштабе. То есть это я рефлексировал над своей жизненной миссией. Ты просто открываешь документ, садишься и начинаешь писать все, что тебе приходит в голову. Писать, писать, писать долго, долго, долго в потоке, до тех пор, пока ты не кристаллизуешь, что же для тебя важно. И вот если очень сократить, то причинять пользу в масштабе для меня это моя внутренняя миссия. И это можно сделать по-разному. Предпринимательство — это один из путей. Иногда я выступаю на разных лекциях. Предпринимательство — это тоже способ причинять пользу через знания, и через влияние на другие системы тоже можно делать. Но предпринимательство мне как раз подходит для меня этот образ действий для того, чтобы масштабировать систему. Также о прошлом годе я хотел спросить следующее у тебя. Вот имея эту путеводенную звезду, но вроде бы не имея личных целей, но имея бизнес-целей, которые опору создают, подумай, пожалуйста, Рома, что тебя удивляет сегодня наиболее о том, в чём ты изменился за прошлый год? Или что ты можешь выделить как что-то, в чём ты изменился наиболее за прошлый год? Несложно, потому что, знаешь, постоянно рефлексирую над этим, и, наверное, самое такое большое изменение и достижение в прошлый год. Я сам по натуре такой инженер, я очень люблю залазить в детали и разбираться до микроскопического уровня, как работает система, какие у неё самые важные узлы, элементы, что важно, что не важно, и мне это нравилось всегда. И, к сожалению, для ребят, с которыми я работаю, это не очень хорошее качество, потому что я начинаю влазить очень глубоко в те компетенции. Супер-хендзон. Да, с супер-хендзон, именно так. И поэтому, когда мы делали одно упражнение, и команда оценивала друг друга лидерский стиль, и это глобальный рейтинг, потом можно было посмотреть себя по отношению к другим лидерам, и как пошутил мой коджи, говорит, ну, смотри, после Путина и Лукашенко сразу идёшь ты, с точки зрения контроля. Хотя для меня это было максимальным удивлением совершенно. Я всегда считал, что я даю команде свободу, действие, такая очень демократия. А оказалось, что ты контролируешь? Да, оказалось, что я очень сильно контролирую, что я очень авторитарно и контролирую, хотя для меня это было совершенно, ну, знаешь, как прямо... О себе ты думал по-другому? Полностью, кардинально. И вот этот год был для меня возможностью такой рефлексии и отойти от того, чтобы залазить на уровне операций, на уровне транзакций, а перейти на уровень создания контекста, выбора целей и не мешать людям делать ту работу, которую они умеют делать хорошо. И это превратилось в то, что за год мы построили команду топ-менеджмента, которая полностью автономна, и там только на уровне совета директоров, мы обсуждаем какие-то стратегические вещи, но команда работает самостоятельно, и я уже в плане как коуч, а не как... Сделай так. Сделай так, да, потому что я сказал, я все вижу, я все знаю. Это такая болезненная трансформация. А в чем больно и больше была твоего такого перехода? Смотри, потому что я про себя говорю, начинаю рефлексировать, почему я так делаю, почему я залаживаю эти детали и что. И это приводит меня к тому, к внутреннему диалогу, что так я чувствую свою ценность, что я понимаю, что я ценен, и для меня это ощущение самоценности через пользу, которую я приношу на уровне этих задач. И тут ты понимаешь, нет, теперь тебе так делать нельзя, и у тебя возникает вопрос, а чем же ты тогда ценен, а что же тогда ты такое делаешь? То есть у тебя то, что ты умеешь хорошо всю жизнь делать, тебе говорят, нет, это мешает, для твоих глобальной миссии это не надо. И у тебя возникает внутренний конфликт, а что же я тогда, в чем моя польза? Чем же ты ценен? Да, чем же я ценен? И чем ты ценен, Рома? Я все еще и еще ответ на этот вопрос. А тебе извне могут дать его? Нет, конечно, это невозможно. То есть ты сам должен определить ту ценность, которую ты даешь, и это могут тебе извне, могут сказать только те люди, с которыми ты работаешь, в плане понимания твоих клиентов, то есть кто мои клиенты? Моя команда. Я работаю с ними, и это мои клиенты. Они могут дать мне ценность, но какой-то внешний человек, который придет и скажет, Рома, ты полезен этим? Нет. Не поверишь в это? Да, не поверишь. Но мои клиенты, как, например, команда топ-менеджмента, может дать этот, не то чтобы дать, но натолкнуть точно, потому что вообще не с ними, я могу понять, что же я такое даю им, почему я для них полезен. Я правильно понимаю, что когда переход этот начался, достаточно непростой, то тебе пришлось, собственно, пожертвовать этим ощущением ценности ради чего-то большего, и сейчас ты уже это больше переживаешь. Плюс твоя команда как-то самостоятельной, как будто сегодня. Совершенно верно. Совершенно верно. Это как сделать себе болезненный укол для того, чтобы с пониманием того, что это лекарство, которое тебе поможет выздороветь. А что тебе и кто тебе помогает на пути переходов из состояния А в состоянии АБ, твоих трансформаций? Ты да я, да мы с тобой. Это тоже моя зона роста. Просите помощи. Я пока не умею это делать. И у меня есть такое убеждение о том, что такие трансформации должны происходить внутри. Я не уверен, что это правильное убеждение. И я знаю, что многие люди работают с коучами, с психологами. Как и ты. Ну, у меня как-то коуч для команды, да, он больше. Но пока больше тяну я своими размышлениями. Обсуждение там с партнер помогает, потому что с партнером мы очень много обсуждаем таких глубоких вещей трансформационных, которые происходят. И это такое, знаешь, как зеркало. Ты смотришь и слушаешь. Это помогает. Ну, вот так. Я хотел у тебя спросить, когда ты говорил про успешных в общих рамках людях, я думал, что есть какой-то критерий, я хотел у тебя спросить о том, как ты сам к себе соотносишь вот эту успешность. Являешься ли ты, Рома Прокофьевна, успешным для себя человеком? Как это? С сарказмами и иронией. С сарказмом и иронией. Для меня успех, для меня успешный человек это тот, который свободен, который может делать то, что он хочет. Это успешный человек. Ты свободен? Да, я свободен. Я делаю то, что я хочу для меня это базовое. Если думать о себе, я думал, в какое-то время я размышлял. Я всегда хотел быть предпринимателем, всегда с пятого класса. Я долго думал, но у меня был внутренний вопрос, почему? Я хотел быть из-за денег или что-то другое? У меня в жизни была совершенно уникальная ситуация, которая мне дала ответ моментально на этот вопрос. Когда я только начинал компанию, джубл, только-только было начало, и мне предложили позицию топ-менеджера в одной из крутейших компаний. И там было X4 к доходу, опционы, долю прибыли компании. То есть шоколадно. И я подумал, и я отказался. И для меня это стал момент переломный. Я понял, я не из-за денег хочу этим заниматься. Я хочу заниматься из-за свободы, из-за возможности творчества, чтобы делать то, что я хочу, и так, как я хочу. Мне кажется, творчество — это такая возбуждающая штука. И она сопряжена и со свободой, но и с ответственностью. Так и есть. Как ты... Собственно, следующий элемент, который мне хочется с тобой обсудить, это твои отношения с ответственностью. Ты говорил в принципах, что тебе важно, чтобы тот, кто говорит, я это сделал, это сделал. Соответственно, это человек, который, если комитится, то отвечает за свои слова, значит, ответственный. И тогда я предполагаю, что тебе важно тоже, что ты можешь и должен быть ответственным. А в чём тогда... Какова тяжесть ответственности? Давай я так зайду. Или какова цена? Знаешь, мне... Я помню, мы с тобой тогда ещё общались, ты задавал похожий вопрос, и для меня... Я живу с ответственностью, мой первый бизнес я начал в 18 лет, и эта ответственность была со мной всегда. То есть, это как, знаешь, как типа часть, ну, тебя, не знаю, там, как бобка, да, ты одел, ну, и она всю жизнь с тобой, ты уже давно её вообще не замечаешь. Хотя ты понимаешь, что там у тебя есть ответственность, у нас там работа, там, 500 человек, 500 семей, там, зависит от тебя в какой-то степени. От твоих решений. От твоих решений. От настроения, может быть. От настроения, там, может зависеть, да, там, будет плохое настроение, напишу там на всю компанию, ах там, и могу там, ну, повлиять существенно. Ну, когда ты живёшь с этим всё время, всю жизнь ты, ну, я не задумываюсь, да, о там, тяжести и бремени ответственности, это оно, как оно всегда со мной. То есть, это уже, знаешь, на таком уровне, в глубоком ДНК, да, что нет там, ну, переживаний каких-то о том, что, ну, это часть уже просто тебя, и я, знаешь, не могу отделить там ответственность от себя, там, вот я вот ответственность, я ответственность, одно целое. Ну, тогда получается, что, ну, ты говоришь, 500 человек, и напишу что-нибудь не так, а ты говоришь, ну, я теперь окей с тем, что, ну, я привык, что есть у меня эта ответственность, да, я понимаю, что сила достаточная, чтобы повлиять на и 500 человек, и 500 семей в целом, и я не стрессую от того, что у меня есть такая возможность повлиять, как в плюс, так и в минус. Да, 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 это так происходит. Теперь вернусь к философским, человеческим вещам, если ты не против. Я вот размышлял, и всё, что я читал о тебе, смотрел, и как я с тобой, ты, мне кажется, человеком, тебя не чужда чувственная часть этого мира совершенно, на мой взгляд. Но я нигде о ней не слышал, и мне интересно с тобой поговорить о таких вещах, как, например, любовь. Какую роль занимает любовь в твоей жизни? Знаешь, как это, может, и не чуждвенное, но для людей, которые всю жизнь помешаны на точных науках, интеллектуальных бизнесах, чувственная часть, она остаётся где-то очень-очень далеко. И этот дисбаланс я тоже несколько лет назад обнаружил с точки зрения того, что чувственная часть очень слабо развита. и вообще умение чувствовать свои эмоции, не то что чувствовать, даже хотя бы называть свои эмоции, это уже очень непростая задача. И я бы сказал, что на этом пути я сделал там пол шажка для того, чтобы лучше научиться понимать себя и понимать свои эмоции. И очень много в голове, то есть очень много в голове, в смысле, что 95% времени занимает интеллектуальные задачи, и ты пропускаешь эти чувства. А если ты не понимаешь себя, то ты не понимаешь других людей, и ты не можешь отловить их реакции. И стать в их обувь. Да, и стать их в обувь. Вот это чувство эмпатии, это прямо большой вызов. Мы, опять же, в компании брали коуча, который помогал вообще нам научиться понимать друг друга и научиться выражать свои эмоции, потому что до этого это всегда такая интеллектуальная схватка, да, то есть кто более умный. Просчитать аналитический ум. Да, просчитать, значит, стратегия, такая игра-стратегия. А то, что в этой стратегии участвуют люди с конкретными эмоциями, с конкретными переживаниями, мы забываем. И это плохо. Ну, это плохо и для бизнеса, но в первую очередь, конечно, бизнес — это уже проекция тебя, но это плохо и для человека, он не ощущает в полной мере жизнь и радость. Ты делаешь шаги в том, чтобы чувствовать... А, сейчас я попробую так. Как будто мышцу чувствования прокачиваешь, это то, что я услышал. Да. И прокачивая мышцу чувствования, ты и радость от жизни, как будто я слышу, что больше получаешь или будешь получать. Да, да. То есть это в момент, ты знаешь, замедление, когда ты восстанавливаешься, ты пытаешься понимать, почему ты так себя чувствуешь, что произошло, какие у тебя вообще ощущения, пытаешься их назвать. Есть там ненасильственное общение, и когда я увидел список эмоций, я прочитал и понял, что я могу идентифицировать процентов 20, процентов 80. Я понимаю эти слова, но я не смогу их... Я не понимаю, что они для меня... Да, что они для меня значат, и как я их могу называть. Это не такое... А вот сейчас ты можешь считать, как ты себя переживаешь, как ты себя чувствуешь? Сейчас? Да. Сейчас такое лёгкое волнение, возбуждение, приятно, комфортно. Интересно, что я все эти четыре переживания тоже испытываю. Лёгкое беспокойство, волнение, но при этом достаточно интереса, возбуждение и лёгкого комфорта. А видишь, как сонастроились. Да, с резонансом. Я тогда к любви вернусь, если ты окей. Ты можешь как ответить... Ну, знаешь как, не как увильнуть, так и, может быть, что-то раскрыть. Представляем, что ты шаги делаешь по тому, чтобы чувственность свою развивать. Это мы запомнили. И замечаешь, наверное, что вот вокруг тебя есть любовь. Её там создаёт что-то или кто-то, или ты в том числе её продуцируешь, или она как-то витает. Вот как, интересно, где ты её замечаешь в своей жизни, вокруг себя? Смотри, всё, опять же, я уверен, что всё человек создаёт изнутри. Поэтому для того, чтобы ощутить любовь, нужно её ощутить сначала в себе, и в первую очередь к себе. Да, научиться любить себя, своё тело, себя как личность. И потом ты можешь, наполнив эту любовь и себя, отдавать эту любовь снаружи. Если ты ожидаешь, что кто-то придёт, там полюбит тебя, и ты тогда такой весь расцветёшь и будешь отдавать, ну, это такая не очень жизненная стратегия. Поэтому, опять же, я учусь, да, учусь любить себя, принимать себя, и это позволяет мне отдавать любовь на своих близких, на свою семью, ну, и на своих друзей. Вот такой путь. Рома, что помогает, вот, ты говоришь, там, любить своё тело, принимать своё тело? Для меня это иногда такая прям истинная сложность. Смотрю перед зеркалом, в зеркало на себя, и чё, что ты всё? Постоянно сомневаюсь или чем-то недоволен. Хотя я знаю механики, не просто механика, а философии. Принимая себя, наполняюсь изнутри, тогда я могу больше отдать и снаружи, конечно же. И тогда я как бы целостен. Блин, что делать, чтобы быть окей с тем, кто ты есть? Вот всё, что ты сказал. Знаешь, как это? Тебя смотришь в зеркало, такой, блин, вот эти вот там бока свисают, там то не нравится. И потом такой, там, стоп, come on. Ну, то есть, там, ты вершина эволюции, да, известная нам человеку. Человеческий организм — это, ну, самая сложная система, которая нам известна. Это настолько невероятное, ну, это творение, это просто совершенно венец творения, который есть. И расстраивается из-за каких-то вещей. И особенно, знаешь, те люди, которые нас любят, им же вообще по барабану, там, что у тебя происходит, им, ну, абсолютно всё равно, потому что они тебя воспринимают как некий образ, да, как некий целостный образ, а не отдельные части, которые ты делаешь. Например, и опять же, это научно подтверждено, да, те люди, которые делают пластические операции, их уровень счастья падает. То есть, есть исследования, то есть, когда замеряют уровень людей, ну, уровень счастья, да, потом проходят пластические операции через определенный момент, и не только, я тебе больше скажу, падает не только уровень счастья, но и уровень суицида растёт. И это, ну, это доказано научно, экспериментально, поэтому ты делаешь не во внешности, да, а в том, как ты… Ничего не сделает тебя счастливее, кроме принятия того, какой ты есть. Мы, будучи на отдыхе за женой, размышляли над такой темой. Вот, Наташка, если мы через год умрём, то давай подумаем, о чём мы жалеем или не жалеем, насколько мы наполнены на сегодня, как вот так ли мы жили, как мы хотели жить. И было здорово узнать и от Наташки у себя внутри, посмотреть, что, в общем-то, многим довольны и счастливы. Там есть набор чего-то, чего хотелось бы ещё совместно пережить, о чём мы, может быть, сожалеем. Я хотел у тебя спросить, если подумать о том, вот, как твоя семейная жизнь, если она, например, вот мы все умрём, она закончится. А ты, кстати, часто в интервью говоришь, я, окей, отношусь к смерти, всё нормально, я же понимаю, что мы смертные. И ты вполне, наверное, рефлексируешь на это. Зато твоя семейная жизнь, и ты, и пара, и ты, и жена, и ты, и ребёнок твой, и ваш там треугольник семейный. Есть о чём-то, что-то, о чём ты жалеешь, или вы в основном наполнены из твоей головы? Как ты думаешь? Знаешь, я как это, думаю о смерти чаще, чем хотел бы, и в этом смысле вот это ощущение конца, оно позволяет очень ясно мыслить и с пониманием того, что важно, что не важно. И я бы сказал, что, да, большую часть времени я наполнен, и нет каких-то вещей, которые я бы не делал, о которых я жалею, что вот что-то, если завтра произойдёт, то я скажу, файн, ну, то есть я жил так, как хотел, и делал те вещи, которые хотел, и нет чего-то такого, о чём бы я там пожалел сильно. То есть, понятно, у меня бывают тоже плохие дни, да, когда там не в ресурсе, расстроен, и химический завод внутри тебя объявляет запастовку. Всё, не выделяй вот это. Да, как это, да. Нет тебе серотонина, нет тебе дофамина, депрессия. Такие моменты есть, но они больше связаны с физиологией, чем с осознанным, вот те вещи, о которых бы я жалел. Ну, нет, я, мне нравится моя жизнь, мне нравится то, как я живу, баланс между тем, сколько я уделяю время родителям, семье, работе, друзьям. Досугу. Досугу, да. А этот баланс сформировался, знаешь, как ты сразу знал, вот ещё тогда, когда формировал этот баланс, так, я хочу, чтобы было вот так, или как-то двигалась пропорция того, как ты выделяешь своё время? Нет, это однозначно двигалось, конечно, я не знал. То есть первые... Сначала фигачил? Фигачил, ну, то есть первые полгода, когда я делал свой первый бизнес, я работал совершенно реально там по 100 часов в неделю. На износ, получается? На износ. Я, у меня там в офисе был диван, я просыпался, в 8 утра садился за рабочий стол, в 11 я выключался, спал, просыпался, и так там в офисе ночевал там 4 дня. Просто ты работаешь нон-стоп и ничего вообще не видишь в жизни, абсолютно ничего. То есть ты просто работаешь. И этот баланс, конечно, был сильно перекошен в сторону работы, но с определённых моментов, когда ты уже доходишь с больше умных людей вокруг тебя, ты можешь больше делегировать, то тогда этот баланс уже выравнивается. Вначале он вообще на баланс не похож. Мне кажется, мы вначале и не знаем даже, что он есть, он нужен, пока с чем-то не сталкиваемся, вот с теми шестимесячными провалами в синусоиде, в состоянии. А вот сегодня 22-й год начало, и если мы с тобой через год встречаемся здесь, и я у тебя спрошу такую вещь. Рома, а лично для тебя этот год был хорошим? Почему? И ты скажешь, потому что? Потому что я себя чувствовал хорошо. Для меня главный критерий, знаешь, успешности, это ощущение радости. То есть ощущение радости того, что ты делаешь, и ты чувствуешь себя кайфово. Если я скажу, что большую часть года я себя чувствовал хорошо, значит, для меня этот год там был хороший, вне зависимости от результатов каких-то достигнутых и так далее. Знаешь, очень просто, чтобы в жизни было интересно. О, класс. Я хочу, чтобы в жизни было интересно. Когда тебе интересно, тогда ты вовлечен, ну или, как писал Михей в потоке, когда ты в потоке, да, когда ты что-то делаешь, что тебя там увлекает, ты забываешь про время есть, пить, ну, у тебя вот состояние, ну, очень часто это состояние творчества ты можешь достигнуть в бизнесе, в общении с ребенком, что такое бывает. Класс. Ты, кстати, очень редко о семье говоришь, из того, что я, по крайней мере, ресерчил. Я, может быть, коротко так спрошу, ты говоришь, в поток можно так же от общения с ребенком. А на что похож этот поток в общении с дочкой? Знаешь, очень классный вот этот процесс идет, ну, когда мне стало, ну, откровенно, да, интересно после трех лет, потому что до трех лет я там, как бы, моя роль извини, да, принеси, подай. А с трех лет, когда формируется вот эта там нейронная связь, нейронная сеть, и ты видишь, насколько сложны какие-то выводы, начинает делать ребенок, то ты просто, ну, ты восхищаешься, и только сидишь и успеваешь вообще понять, что происходит. И когда тебе задают вопрос, там, папа, что сильнее, черная дыра или бог, то ты подвисаешь в четыре года. Да, да, это такой серьезный... Это твои книжки человек читает? Похоже, да, и ты подвисаешь, или, ну, невероятно, или когда мы там с дочкой смотрели «Зима», ну, про Майдан, фильм. «Winter on fire». Да, «Winter on fire», и когда там ребенок видит, как там людей там бьют, сажают в тюрьму, и она так смотрит, а ей там было в семь или восемь лет, она говорит, «Папа, это бессмысленно сажать людей в тюрьму, они делают их только злее, они же их не меняют». И ты понимаешь, что там ребенок в семь-восемь лет понимает те вещи, которые ты там понял в тридцать. А как ты это объясняешь? Опять же, школа, школа, окружение, общение. Мы много-много общаемся. Каждый вечер, когда там засыпаешь, минут тридцать-сорок мы всегда общаемся на такие темы. Ну, как бы я ни работал… А ты привносишь тему или дочь дает тебе? Всегда по-разному. Всегда по-разному. Ну, как бы я ни работал, но я всегда стараюсь, чтобы быть дома, чтобы укладывать спать, потому что вот этот диалог, вот это общение, оно очень-очень ценное, так как, знаешь, формируется вот этот фундамент, очень важный, на основании которого потом уже будет расти человек. И этот фундамент очень важно заложить как раз там, типа, в пять лет, потому что сейчас у дочки 10 лет подростковый возраст, и там бунт. Я прекрасно понимаю теперь, знаешь, родители, что такое подростковый возраст, когда дух противоречия, он глобальный, да, но все равно те вещи, которые я уже заложил, ну, я, мы, семья, да, заложили, я понимаю, что все, это уже ее. Например, там, одна из суперпростых вещей о том, что ты можешь добиться всего, если ты будешь тренироваться, что успех – это не твои гены, не твои знания, это не потому, что ты умная, потому что ты тренируешься. Practice makes perfect. Да, все. И ты понимаешь, что у человека это уже внутри, и она прекрасно знает, что я могу всего, вопрос тренировок, что мне нужно тренироваться, и тогда я добиваюсь всего. И когда она видит во взрослых, да, когда взрослые жалуются, что там чего-то там они не могут и так далее, она уже понимает, что типа, ну, иди тренируйся, что ты… Ты недостаточно усилий приложил. Да, я не приложил достаточно усилий. Чего ты плачешь? Ну, ты иди тренируешься, и эти вещи, ну… Ты говорил как-то, это, собственно, и про дочь тоже, потому что вы замечаете, где, что там таланта… Нет, это не про талант, это про количество тренировок. Конечно. Это как твоя философия? Я, ну, то есть я большой адепт growth mindset, да, я не верю в талант как таковой, ну, вот, вообще не верю. То есть я верю, что все можно достичь тренировками. То есть в 10 тысяч часов в практике? Да, 10 тысяч часов и больше. Ты когда рассказывал сейчас о дочке, я заметил, насколько ты прям, те, кто нас слушают, не видят этого, ну, может, слышат по голосу, ты прям аж как-то и в спина подровняешь, и так ты радости много в этом было, просто замечаю. Мне кажется, в вопросе о любви, который мы там какое-то время задавали, то сейчас я какой-то кусочек ответа получил, и приятно с этим Ромой познакомиться тоже, честно говоря. Есть у меня еще несколько вещей, которые мне и тебе интересны. Я даже предполагаю, что ответ у меня есть, но попробуем. Каждому гостю я задаю два вопроса. И первый из них, что делает жизнь Ромы Прокофьева? Что самое сложное в том, чтобы жить Ромой Прокофьевым? Вот для тебя в жизни, что самое сложное в твоей жизни? Хороший вопрос, надо было подготовиться и придумать. У нас есть время. Что самое сложное? Да, я тоже водички выпью. Давай. Наверное, терпение. Владать терпением самое сложное, чтобы жить моей жизнью. Потому что есть, знаешь, интеллектуально ты можешь представить многие вещи очень быстро и сложить в голове. А потом ты хочешь эти вещи, чтобы они реализовались. Ты хочешь, чтобы они реализовались очень быстро. Сейчас же. Сейчас же, да. И вот это вот терпение, самое, быть терпеливым и ждать от того, что ты там придумал. И оно у тебя уже сложилось, оно у тебя уже есть в твоей реальности. Но оно еще не имеет проявления в реальной жизни. И вот это вот терпение, это самая сложная для меня часть, потому что я хочу быстро, все и сразу, чтобы оно воплощалось в жизнь. А чем больше система, тем есть у нее определенная инерция, и она так не работает. И если ты начнешь руками это, опять же, влазить, то ты ее разрушаешь. Ну и тогда, как будто раз ты руками начинаешь влазить, то вроде бы ты только научился не влазить руками, а тут шаг назад делаешь. Терпение. То, что тебе приходится, это терпеть, скорее. Вот так это звучит. Да, то, что приходится терпеть и находить дзен, когда ты говоришь, расслабься. А тогда обратная сторона, вот твоя жизнь такая, как есть, ты говоришь, я счастлив жить, у меня хорошая жизнь, я свободен, в целом успех, успешность приносит свободу, я чувствую себя свободным делать то, что я люблю, то, что я хочу. И моя тогда гипотеза, что это будет похожий ответ на вопрос вот такой, а что самое крутое, классное, и что ты любишь наиболее всего о своей жизни, Рома Прокофьев? Я больше всего люблю сложные вызовы, сложные задачи. Ну, то есть, когда у меня есть задачи, которые меня полностью поглощают, и я полностью ныряю в нее, ну, я обожаю это состояние. И в твоей жизни сегодня это есть? Да, и в моей жизни сегодня это есть, в моей жизни хватает, там, и в бизнесе, и в воспитании вызовов таких, которые интересны, и, то есть, мне нужен, мне нужен вызов, мне нужны сложные задачи, которые бы занимали меня, и там, где я мог себя применить. Для меня, знаешь, представление для многих, представление Мальдивы — это рай, вот для меня Мальдивы — это ад. То есть, ты встаешь, и ничего не надо делать. То есть, все за тебя продумали, все прекрасно, нет, вот для меня это ад, мне нужно вызовы. Как интересно, тогда вызов же, это же ничего не делать. Нет, это не вызов. Вызов ничего не делать, это не соответствует миссии моей, но ты не приносишь пользу. То есть, у тебя есть какие-то вызовы, ты решаешь их, да, и через эти вызовы ты приносишь нам пользу. Как интересно, я подумал, что раз ты не можешь в какой-то момент сесть и ничего не делать, отдаться в чужой поток, так сказать, какое-то время, типа, зарядиться, например. Хотя для тебя получается, что это не является зарядным устройством. Нет. Как интересно. Ну, хорошо. И еще, может быть, одну вещь, я совершенно забыл об этом, но давай вспомним, пока конкурсы у нас так не залетают. Но если подумать, что может быть конкурсом для слушателя и зрителя, на какой вопрос нужно ответить нашим слушателям? На какой вопрос я бы спросил? Я бы спросил такой, что делает вас счастливым? Что делает вас счастливым? Да. Ну, тебе же придется выбирать ответ, как критериальная база. А, когда ты сказал, задать вопрос, я задал. Но этот вопрос я не готов выбирать, потому что счастье у каждого свое. У каждого счастья свое. Это отличный вопрос на подумать, точно. Да, да, да. Но это мы уже сгенерировали. А нужно задать вопрос. Чтобы мы с тобой подарок подарили от Джобу. Да, и потом, окей, тогда задам эгоистичный вопрос. Я выберу тот вопрос, который мне никогда не задавали. Ого, класс. Вот это здорово. Да, задайте вопрос, который никогда не задавали. И тот, кто первым это сделает, я думаю, будет набор, тот и получит от Ромы какой подарок? Ну, одна из последних книг, которую я прочитал, «Життя с измистом». Это книга про стоицизм. И она описана по-бытовому применимая. Потому что можно там эпиктета читать в оригинале, и это не очень легко для большинства. А это «Життя с измистом» понятная философия стойков, которую можно взять и применять в жизни. И она сделает немножечко лучше бытие. Итак, конкурс таков. Под постом в Инстаграме, а я ссылки дам, вы напишите вопрос Роме Прокофьеву. Тот, который, на ваш взгляд, ему еще никто не задавал. И кто первым это сделает, тот получит от Ромы эту книгу. А я сейчас про стоицизм несколько слов задам. Для меня это очень поддерживающая концепция, очень поддерживающаяся философия. Это как стоицизм и эпикурейство. Как-то, познакомившись с Марком Аврелием немножко поближе на курсах Кова Гуру, кажется, с Пролеевым мы тогда обучались в 19-м году. Потом какие-то кусочки с Боумейстером. Мне чуть-чуть проще жить стало. Знаешь, вот та твоя философия, что мы же смертные, так или иначе. Давай-ка попроще я на мир на этот посмотрю. А как у тебя стоицизм зашел в жизнь и занял там место? Значимое, похоже. Не с первого раза. Знаешь, очень зависит от того, с чего ты начинаешь, с каких трудов ты начинаешь его изучать. И поэтому первые две-три книги я не принял их, но было достаточно большое количество людей в окружении, которые рекомендовали мне обратить внимание на эту философию. Поэтому я, знаешь, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус до тех пор, пока я не нашел там правильное. Я с точки зрения философии у меня всегда, я скажу, очень практичной. Она должна влиять на мою жизнь. То есть если она влияет на мою жизнь, она делает меня лучше, я разделяю эту философию, я хочу ее применять. Если это абстрактные концепции, они, знаешь, интересны с точки зрения интеллектуальных размышлений, но если они не помогают мне жить счастливее, то я очень быстро их отбрасываю и забываю. И вот стоицизм помогает. Он помогает жить счастливее и просто дает вот это... Хотя это не очевидно, я бы так сказал, для тех, кто начнет знакомиться. Да, знакомиться. Это не очевидно. Надо пробовать для того, чтобы понять, как оно работает. Но еще можно вдобавочку прочитать книгу Пельючи о том, как быть стойком. Она дает достаточно практичные правила в жизни, как в быту это применять. Ага, вот так оказывается. А я добавлю еще, что Тим Феррис, известный блогер, он когда-то выступил на TEDx, платформа такая, с видео «Define your fears instead of goals». Определяйте свои страхи, а не цели. И он там тогда привнес вообще в первую жизнь в мою голову слово «Стоицизм» как способ работы со страхами. Ну, собственно, с ключевым страхом смерти, например. Как интересно. А что сегодня на твоей книжной полке? Ты говоришь, я каждый вечер читаю бумажную книгу, если я дома. Прямо сейчас я считаю «Лидер на кушетке». Книга, которая психотерапевта, который много работает с топ-менеджерами, собственниками компании, и которая описывает, что все наши поведения как лидеров, опять же, все из детства. И он классифицирует, как воспитание, которое у нас было в детстве, влияет на то, какими лидерами мы становимся, какие у нас есть ограничения, какие у нас есть недостатки. Вот это то, что сейчас у меня в процессе. Не могу сказать, что я готов прямо рекомендовать эту книгу, потому что она, наверное, интересна психотерапевтам в большей степени. И опять же, сильно за практичность. — Там для тебя есть практичное зерно? — Вот я ищу, и я ищу. Наиболее похожее по теме, но практичное и понятное, это как изменить себя и в поисках своих ограничений. Это книга Кигана «Неприятие перемен». Вот это то, что я могу рекомендовать. Если вы понимаете, что у вас есть какая-то проблема, а они же у всех-то достаточно типичные. Страх делегирования. Они не могут делегировать. Но на самом деле за этим стоит очень глубокие другие убеждения. И то, что страх делегирования — это не инструментально, типа, отпусти. Это так не работает. Есть какая-то глубокая установка, которая мешает это делать. И пока ты до нее не докопаешься и не поработаешь с этой установкой, ты не научишься делегировать. И там пять руководителей могут быть, у них каждый не умеет делегировать, но проблема внутренняя совершенно разная. И пока ты с ней не поработаешь и не докопаешься, то надо искать проблемы в фундаменте, а это просто внешние уже проявления. Многие пытаются работать с внешними проявлениями. Не знаю, я сильно вспыльчивый, но сильно вспыльчивый. Ты не сможешь себе изменить темперамент. Нужно найти что-то другое внутри себя. Почему ты так поступаешь и что за этим стоит? Мне очень отзывается тот твой внутренне ориентированный подход к жизни. Он создает для меня твой образ очень целостным. И то, как я тебя считываю, очень целостным. Потому что тогда ты находишь ответы изнутри. И да, ты можешь зеркалить с внешними зеркалами, обстоятельствами, людьми, происходящим чем-нибудь. Но то, что я слышу, ты находишь внутри ответы. Или ищешь их, по крайней мере, применяя какие-то разные инструментарии для этого. Это очень целостно. Хотел тебе это сказать. Все внутри. И финальный вопрос тогда такой будет. С кем из своего окружения ты хотел бы меня познакомить и почему? Есть много замечательных людей. Я не могу сделать выбор одного, потому что они все разные. И все интересные люди. И я с удовольствием уже вне эфира смогу сделать интро и познакомить. Потому что много интересных людей. И каждый интересный по-своему. Рома Прокофьев, спасибо тебе большое. Классно, что мы смогли. Я удостоверился в своих переживаниях, как я считывал с тебя. Мне было это интересно и важно дораскрыть, посмотреть. Мне кажется, что ты все еще очень мало нам показываешь. И я окей с этим. Потому что это твой внутренний мир. Это не наш внутренний мир. Ты нам даешь то, что ты можешь дать. Но мне кажется, это уже ценным для слушателя и для меня лично. Спасибо тебе за отличное начало пятницы. Интересное общение. Значит, всегда наполняет энергией. Спасибо. Спасибо.